Новое в законодательстве, регламентирующем реализацию табачной продукции. Семинар с таким названием прошел в здании районной администрации 27 ноября. Главный вопрос повестки дня – как правильно продавать сигареты и определить качество остальных табачных изделий. С 2019 года цифровая маркировка товара стала обязательной. Она затрагивает практически весь перечень выпускаемой продукции. Но табак и все, что с ним связано, первый в этом ряду. Второй этап начался с 1 июля 2019 года. На этом этапе у нас предполагается внесение в информационную систему мониторинга сведения о розничной продаже табачной продукции. С этого момента прекращается выпук немаркированных сигарет. Каждая произведенная или импортируемая с этого момента пачка сигарет должна быть промаркирована кодом DataMatrix. Производитель начинает сопровождать выгруженную продукцию универсальным передаточным документом. И тем участникам оборота, кто получает маркированные сигареты непосредственно от производителя, необходимо подключиться к электронному документу оборота. Розница запрещается продавать маркированные сигареты без перезачи сведений в систему честный знак. Это значит, что торговать сигаретами станет сложнее. С 1 марта 2019 года каждая пачка отмечается уникальным кодом. При продаже в розницу код сканируется. А данные по продаже передаются в электронную систему честный знак. Эти меры направлены в первую очередь на защиту потребителя от негативного влияния никотина. По данной причине государство старается с особенной ответственностью следить за отсутствием излишнего влияния табачного дыма на человеческий организм. Напомню, основные ограничения на продажу сигарет, которые действуют в России, в настоящий момент. Итак, торговая табачная продукция изначально разрешается в магазинах, которые должны собой представлять здание или его участок, отведенный под торговлю, соответствующим образом оборудованное, а также имеющее торговое, административное помещение и так далее. Либо павильоны, которые представляют собой строение с залом для торговли и рабочими местами не менее одного. И площадь таких объектов должна быть не менее 25 квадратных метров. И только при отсутствии в населенном пункте таких объектов разрешается даже разводной способ продажи сигарет. По-прежнему действует запрет на рекламу сигарет в средствах массовой информации и ряд территориальных ограничений по их продажам. Теперь торговые точки должны будут подключиться к электронному обороту документов. Также запрещен выпуск немаркированной продукции с 1 июля 2019 года. Запрещено, как уже ранее было у нас, продавать сигареты на ярмарках и выставках. В торговых точках нельзя выкладывать сигареты на обозрение. То есть запрещены даже стеклянные витрины. Информировать покупателей можно посредством размещения прайс-вистов, где по алфавиту приведен весь ассортимент табачной продукции. Демонстрировать товар можно только после ознакомления клиента с этим перечнем. Не разрешается поштучно продавать сигареты, а также если их пачки менее или более 20 штук. К 2024 году систему маркировки охватит большинство товарных групп. Список довольно широкий – от шуб и мехов до фотоаппаратов и лекарств. Это позволит гарантировать подлинность товаров, а значит легальный бизнес получит рост выручки и снижение сдержек. Главное для предпринимателей сегодня – успеть подготовиться к процедуре маркировки.